Маткульт! Привет! Миша! Миша с нами. Ну и что вы думаете сейчас будет? В предыдущий раз Миша решал задачи Светы за четвертый класс в лед всем. Ну почти все почти в лед. Ну одну мы доконали значит вместе, да? Квадраты. Но ее никто не решил. Квадраты? Да, никто не решил. Вот это когда 16-5. Ну квадраты ты все равно решил. И так раз квадраты у меня больше всего проблем было. А с этим 16-5 равно 32 в четвертый ни один не справился. Там, кстати, мне потом написали, там пара соображений было, что там про единицу, по-моему, что она... Мне сказали, что есть какое-то решение короче, чем у нас. Ну короче, да. Никита мне говорил на все росте Андросов. Но не суть. Да, а сейчас будет нечто другое. Сейчас Миша мне будет, значит, я не видел совершенно честно, ни одной задачи, кроме одной. Ни одной, кроме одной, да? Но ее мы разбирать не будем. Из сероса за одиннадцатый класс. Я видел только одну задачу, вот эту гробовую, где квадраты там... Ну потом мы скажем. Да, вот. Очень красиво. Там я не так и ничего в ней... Зазначенное время, пока я шел там от метро, думал, ничего не придумал. Сказать, сказать, что я на все росте над этой задачей сидел три с половиной часа, и у меня продвижений ноль. Ровно ноль. А решил ее один человек. Нет, Геому решил один человек. А Геому решил только турецкий. А ее, ну, наверное, человек пять решила. Человек пять на всю Россию. Так что много-много. Да. Но, говорят, первые две задачи в первый день мне могут оказаться... Говорит Маркелов, пятиминутка. Пятиминутка, да? Задача минутка. Ну, хорошо. Поехали. В серос папа Саватеев сел на машину времени. В серос меня догнал. В свое время я слил Всесоюз из-за того, что первый день решил очень хорошо все, а второй ничего не решил, кидавшись ночью подушками. И записывая матерные эти... матерные стихи. Всю ночь, да. И вот опять. И вот серос, серос, сорок восемь лет ко мне приехал серос по математике. Давай. Итак, задача номер один. Главными делителями составного числа n... Назовем главными делителями составного числа n два наибольших его натуральных делителя, отличных от n. Так, составного числа n... Да. Два наибольших его натуральных делителя, отличных от n. Два наибольших натуральных делителя, да. Ага. Вот. Ну, понятно, почему не простое. Значит, составные натуральные числа А и Б таковы, что главные делители числа А совпадают с главными делителями числа Б Докажите, что А равно Б Ага Так То есть доказать, что если два наибольших делителя отличных от самих чисел совпадают от двух чисел, то эти числа равны 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 Так Так, два, да, два Два Сейчас, ну давай начнем с основной теоремы арифметики, естественно, да, потому что, ну, хрен ля-ля Значит, у меня есть число Н И оно всегда есть вот такое однозначным образом Да, при этом я хочу сказать, что P1, Q1 здесь вот этот вот маленький самый, да, а P1 здесь, соответственно, здесь самый маленький Ты пытаешься сейчас как-то умом сделать, да? Ну, как-то да, я пытаюсь сделать как-то умом А я пытаюсь сделать, а можно не умом, да, можно силой брутальной Ну, можно силой, можно просто решить как бы четыре варианта у нас есть Все четыре можно решить, вот, можно их решить вообще по отдельности и получится Можно решить их как бы, можно сказать, даже параллельно Параллельно порешать, да? Ну, то есть писать там типа то или то, или то, или то, и вот так приносить И в конце получить Прикольно, а есть какое-нибудь очень красивое, простое решение? То есть дальше мы доканаем, ну, например, давай доканаем Допустим, AQ1 равно BP1, а также AQ2, да, равно BP2, да? Да Вот, из этого... Мы взяли первый случай Q1P2 равно Q2P1, тогда, да? Q1P2 равно Q2P1 Q1P2? Да Да, безусловно Это мы, если что, перемножили вот эти два, вот эти два и сократили на B Q1P2 равно Q2P1 Основная теорема арифметики утверждает, что они друг другу равны попарно, да Причем вот эти-то не равны Эти не равны, естественно, значит Q1 равно P1, а Q2 равно P2 Ну, из этого сразу, раз P1 равно Q1, то A равно B, да Ну, остальные случаи разбираются аналогично А, ну все, то есть на самом деле основная идея была вот в этом Что первое число это вот такое, а второе либо такое, либо такое И, наверное, как бы наколка стояла в том, что кто-нибудь не понимал и писал обязательно, что на P2 надо делиться Либо что-то там неаккуратно сделал Да Вот, ну, короче, четыре случая просто разобрать, там, ну или три И во всех случаях Вот, на самом деле Отлично Ну, я потом, я делал так, я потом прочитал решение Да, понятно Там, короче, делается немножко хитрее, там берется два делителя и доказывается, что из них однозначно восстанавливается число А То есть просто указывается, какое будет число с такими двумя делителями Но из этого автоматически следует, что если два делителя совпали, то числа одинаковые Ну и там разбирать, понятно, два случая получается Да, понятно Вот, вы тоже можете подумать А мы переходим к второй задаче Давай вторую, да Ну это такая, это типичная саватеевская задача, саватеева старшего Это вот такая, ну, как бы моя И вторая, мне кажется, что тоже достаточно твоя Так То есть если ты читаешь задачи поверхностных, ты читаешь и видишь пять геомов Пять геомов Ну, если чуть-чуть подумать, то ты понимаешь, что на самом деле скорее четыре геома, но все равно Так, давай, что, геома что ли будет? Вот, и вот это, как бы, ну, если сначала, скажу так Эту задачу, если читать ее сначала, вот как я ее прочитал на сервисе Я подумал, блин, вторая геома, капец Но, конечно, на самом деле не очень Итак, на плоскости нарисованы графики функций Y равно синус X Ну, давай Волнуется, синус, волнуется Синус волнуется, да Ну, примерно так Море волнуется, раз Я, кстати, почему-то всегда рисовал синус, типа, вот так Море волнуется, два Как будто у него здесь происходит бесконечность Она сорок пять Море волнуется, три Вот, значит, нарисованы графики Море Синуса и тангенс Тангенс X Тут у меня еще одна интересная история Я его нарисовал вот так сначала Это кота А это котангенс Кот по имени тангенс Я очень долго думал, что у меня не сходится Есть настоящий тангенс, а есть код по имени тангенс Так, ну да Ну, это, короче, сейчас Что-то такое Ага У него что там Ну, короче, что-то такое Ну, вот тут тангенсы какие-то Где-то тут они пересекают Неважно А также нарисованы оси координат То есть Оп и оп Допустим Это не там Тихо, короче Сейчас Не там Что-то тут Да Да Так Хорошо Короче, нарисованы оси координат Синус и тангенс И тут осинтеты еще Гуляем Как Циркулем и линейкой Опа Построить какую-нибудь прямую Которая касается графика синуса Как выше оси абсцисс Так и ниже И возможно имеет еще несколько точек пересечения Вот такую, да? Да Вот что-то такое Вот тут касание Вот тут касание, вот тут касание Ёкарный бабай Думайте Что? Циркулем и линейкой С учетом дополнительных построений на плоскости Построить График какой-нибудь прямой Которая касается синуса И сверху, и снизу И снизу Ну, по-моему, можно параллельную, да, вот эту построить Если получится Но она не касается снизу А, и снизу А-а-а Ну да Ну там не дурочки сидят Дурочки так мама 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 анархия мама анархия так черт делаем очень интересно прям вообще очень очень реально интересно так пока идей нет вот у меня сразу идея некоторая пришла такая идея значит как дополнительные произведенные на плоскости построения могут разрешить строить что-то кроме вот квадратных корней из квадратных корней и тогда и так строится синус тангенс и эти вот точки пересечения так значит что же мы можем как бы мы можем воспользоваться этим да всем что через какие-то точки пересечения а тангенс синусом всегда пересекается только в этих вот только на этой прямой логично да 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 получается синусом касается и пересекается так он ведь только на этой прямой да только в этих самых только в целых кратных то есть косинус равен одному так конечно да это ну или минус 1 нет подожди сейчас нет либо косинус равен одному либо синус равен нулю вот так ну да тихо потому что если косинус равен одному поэтому просто так так и сейчас значит нужно подхватить какой-нибудь что-то с чем-то с ими ну хорошо мы же можем вверх найти можем естественно да вверх помощью касательным можно найти вверх так дальше мы можем попробовать нас если что координат тоже не отмечены у нас такого оси координат отмечены оси отмечены координаты не отмечены но мы проведем прямую игрек равно единице с помощью циркулемой линейки мы получим все вот эти вот сиськи вот эти вот сиськи как папиной терминологии во-первых как ты пройдешь прямой игрек равно единице ну циркулемой линейки это по-любому смысле что не отмечено а у тебя отмечены оси координат на них нет отметок да то есть мы только пи знаем но условно да то есть у нас есть на самом низ низ и низ измерения пием и значит у нас есть все числа получаемые рациональными кратными ты мне кажется сейчас горе от ума будет горе от ума да я просто знаю теорию построения циркулемой линейкой имея пи я могу построить а и вертикальную я без проблем построю разделил пополам поднял вверх да то есть в этой уже я умею строить расширение q с помощью любых квадратных корней из чисел пи ну и обычных короче бесконечное расширение q я теперь умею строить все выражения которые содержат рациональные числа корни из них и корни из них корни из рационального числа корни из любых выражений правда ведь ну да да то есть да хорошо значит так вот тогда соответственно я могу построить вот эти вот пи на пи например и на один так да то есть это пи пополам это один так значит и мы теперь должны касательную касательную обоссательную y равно так сейчас да еще раз я вот в эту сторону хочу у меня есть какая-то касательная которая будет симметрично лежать на относительно них на никогда нибудь симметричный не будет да так возвращайся y равно к x плюс b касательно да посмотрим что это вот даст вот что даст вот если это касательная к синусу да да а сразу двух . попробуем с алгебры разобраться я допустим сел за алгебру игра на к x плюс b и как равно синус x так и еще да 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 еще и еще еще условия что у нас 1000 . точку касания да да их должно быть две то есть синус x штрих да равен к и там и там ну это по определению касательно космос x равен к должен иметь два корня причем значит ну как бы да при этом в одном корне сверху другом снизу да да ты прямую и у тебя должно вот этот 2 clips да должна здесь два коме этой производной а döp аль это производная синус а gotta производная синуса да это понять косинус то есть косинус их's равен к косинус x равен к косинус x равен к а при этом синус в одном месте так сейчас коси нос x равен к давай тогда тут сразу вместо k запишем косинус давай ну да y равен может что-то увидеть x на косинус x плюс b да так и и и y равен синус x да так значит и так может что-то увидишь ну-ка 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 y равен x косинус x плюс b y равен синус x так сейчас b равно b равно синус x минус x косинус x да то есть это то же самое что x синус x штрих так ой нет нихрена там плюс так дай подумаю тебе ничего не хочется сделать когда-то вот так делать и когда-то вот так видишь так y равен косинус x на x плюс b и y же равен синус x ну может быть я хочу возвести в квадрат и сложить я туплю ужасно да ну нет можно нет я конечно знаю решение ну типа как бы решение поэтому понятно что мне один и тот же y да у меня x косинус x плюс b и синус x x косинус x плюс b и синус x что же мне нужно здесь увидеть то что мне здесь надо увидеть так те нужно чтобы было два решения так да мне нужно чтобы было два решения правильно да еще и да еще и два решения точно а бы одно и то же при этом но что 322 речь можно сделать вот так ну могу да ну я пока вот кроме этого то есть я сделал тогда синус x равен x косинус x плюс b до синус x равен x косинус x плюс b так но это я сделал данную так так теперь что я могу сделать я могу конечно разделите намس ну что носи какой-нибудь ты нужно идти какой-нибудь б при котором есть два решения так б Rugby нужно найти b при котором есть два решения. b при котором есть два решения. Офигенно туплю. Ничего не напрасывается. Поделить хочется. 1 равен x делить на тангенс x плюс b делить на синус x. Синус и тангенс у нас нарисованы. Может ли это помочь? Нет, мне все равно нужно два решения. Мне нужно, чтобы было два решения. Ладно, давай так. Давай подскажу, значит смотри. Какое b как бы самое естественное, самое лучшее, которое хочется взять? Ну хочется 0, но я вижу, что не получится, потому что... Допустим, ты взял 0. Но у меня не получится 0. У меня эта вся струка не центрирована по нулю. Вот такая ситуация не... И вот, допустим, ты взял b равное нулю, так? Да. Оно зачеркнулось. Да. У тебя осталось синус x равно x коснус x. Да. Ну да, то есть тангенс равен x. То есть тангенс x равен x, так? Да, но это только... Сколько тут решений? Только одно. Только одно. Ноль. А, нет, бесконечно много. Да, бесконечно... Ну, вообще бесконечно много. Сейчас. Неужели ты хочешь сказать, что какая-то из таких прямых будет касаться двух? Сейчас. Ну-ка, 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 подожди. Или может я торможу? Может правда? Сейчас, если я сюда запустил, вот я здесь коснулся, да? А, слушай, да, через один можно, да. Блин. А у меня было в голове, что не получится так, потому что она не центрирована должна быть. Она съедет вниз или вверх. Да, можно, слушай, можно, правда, можно через один. Ай, ё-моё. Ну да, то есть нужно доказывать, что при b равно... Ну да, то есть искать ситуацию при b равно нулю. Да. Да, и это те x, при которых тангенс x равен x, да? Да. То есть бесконечное количество... То есть b это то x, при котором тангенс x равен x. Но мы не нулевой, значит... Сейчас, стой. Не так. При b равно нулю, нужны те x, при которых тангенс x равен x. Ну, типа того, да. Так. Значит, вот у меня ноль. Да. И вот у меня, да, или рыжим, или белым. Да, белым. Вот у меня ноль, и вот у меня x. Значит, x, он, значит, пересечет здесь тангенс, вот тут где-нибудь, да, например. Так, и ты хочешь сказать, что x вот этот будет годиться при b равно нулю. То есть, что если опущу вниз, я увижу пересечения, да? Ну, ладить. Увижу касание, да? Да, ладить. То есть, здесь просто все через жопу нарисовано, да? Давай-ка попробуем еще раз. То есть, утверждение... Вот я на сервисе нарисовал, когда катангенс рисовал вместо тангенса. Я минут 15-20 сидел и не мог понять, типа, вот у меня должно быть касание. А, ты случайно нарисовал катангенс? Да, и я смотрю, у меня должно быть пересечение, а там что-то нефига, ну, точнее, должно быть касание, а там нифига не касание. Сейчас мы все по красоте сделаем, сейчас. Значит, у нас есть пи пополам. Да, для тех, кто не так дал. Пи, пи пополам. Значит, что хочется сделать? Вот мы знаем, что у нас должно быть касание сверху и снизу. Дальше папа сказал глупость, подумал, что будет не центрировано, да. Да, понятно, что график синус – нечетная функция. И симметричная функция, центрально симметричная функция. Поэтому хочется сказать, что мы проходим через ноль и касаемся синуса где-то справа. И тогда, если мы его касаемся, условно, справа снизу, то тогда та же самая прямая касается его слева сверху. То есть у нас по одной точке касания сразу идет и вторая в комплекте. Да, вот, блин, вот я вот это не понял ни хрена, потому что мне хотелось, ну, я бы не сказал, что я отсюда веду куда-то туда и все это слезает. А если вот такие искать, то ничего слезать не будет. Ну, а дальше, соответственно, у нас составляется несложное уравнение. Значит, b равно нулю, поэтому у нас k, то есть производная синуса, ну, как бы касательная в этой точке должна иметь значение просто синуса. Вот, получаем вот такое уравнение. И решаем его, внезапно оказываемся в ситуации tan x равен x. Ну, дальше уже несложно. Нам нужно провести прямую x, она под 45 градусов, это просто бисектриса угла, мы ее проводить имеем. Сейчас, только ты не там, не там. Да, где у тебя ось? У меня не тут ось. Это, 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 это симптомы. Да, вот тут у тебя ось. Да. Значит, я отсюда фигачу. x. И вот здесь. Значит, просто как бисектриса угла. О, и якобы вот она сюда и попадет. Да, и опускаем перпетикулярное пересечение, и все нормально получается. Да, слушай, с этим танкнелсом, соответственно, да. То есть на деле все-таки не геома оказалась? Не геома, да. А, ну вот сюда, да. Блин, очень интересная, конечно, очень, да. Я не знаю, решил ли я бы ее. Не знаю, трудно сказать. Ну, за пять часов решил бы. Да, ну, может, я начал бы это с этими расширениями полей. А, в школе же я не знал это Ну я даже вот не знаю Нет, за 5 часов бы решил Яна А под 3 была настоящая геометрия Поэтому мы переходим к 4 Да, боюсь, что геометрию Давать папе бесполезно И мне тоже в этом проблемы Ну а я уверен, что там Ребята уже школу разобрали Наверняка уже Если вы хотите узнать решение задач То есть где это сделать А у нас это веселуха, связанная с тем, что папа думает Это надо какими-то идеями Итак, задача номер 4 На ней я думал 3 часа получается во второй день Опа Это вот прессе квадраты или нет? Нет, квадраты во второй день, да? Дано натуральное n больше 4 Так На плоскость отмечены n точек Еще одна геома, да? Так На плоскость отмечены n точек Задача Эрдыша n точек общего положения Никакие 3 не лежат на одной прямой Василий Некий Василий Василий Кот Васька Проходит по одному все отрезки, соединяющие пары отмеченных точек Давай тоже нарисую То есть вот, допустим, у нас тун-тун-тун Они, наверное, не лежат на прямой Ой, так бывает, да? Да, так бывает, это ничего страшного Значит, то есть он проходит, например, сначала вот этот отрезок И пошли в каком порядке, да? Потом вот этот, вот этот, да, абсолютно он сам решает в каком порядке Но в итоге он проведет все отрезки вообще Я тут все проводить не буду Так О, у меня О, у меня случайно появилось Что-то похожее на логотип группы Алиса А, смотри, Алиса, знаешь, такой-то сам Кинчур Логотип не помню Так, но Значит, и каждый новый отрезок он помечает наименьшим натуральным числом Которым не помечен еще ни один отрезок, имеющий с ним общий конец То есть Помечает как кот Ну, я почему говорю кот Васька? Кот и Васька рисуют отрезки и метят их один за другим Ну, короче, вот тут, например, единичка Тут двойка, потому что единичка есть Тут снова единичка, потому что нет единички, например А, подожди, а что? Нет, а какое условие? То есть он проводит отрезок и помечает его наименьшим натуральным числом Так Значит Среди, короче, всех отрезков Короче, наименьшим числом, которого нет среди концов Его концов То есть, например Давай, вот тут я тоже двойку проведу, а вот тут единицу Ну, то есть я, например, могу... И вот, например, вот здесь Я всегда один, да, могу здесь один, один, один А вот когда вот этот появился, у меня два будет, да? И, короче... И этот уже три Вот этот отрезок, например, три, потому что вот тут два, а вот один Вот, и так он продолжает Это алгоритмично, то есть он никакой выбор свободы воли нет У него свободы воли рисовать, если... Да, и в каком порядке рисовать, он свободен. Так. Для какого наибольшего К Василий может действовать так, чтобы пометить какой-то отрезок числом К? То есть максимизировать число. Вот она. На двери намотана. Да, но здесь никакой геомы нет, это график. Да. Не важно, какая геомрация. Вот это задача, да, ты когда уже прочитал, ты понимаешь, что нет все. Это графы. То есть какое максимальное число, до которое он может добраться, да, может добраться. Да, действуя оптимально. Действуя оптимально. И помечая по алгоритму. Мейте отрезки по алгоритму. Всем вы таких котов. Так. Ну давай какие-то идеи накидаем. Ну понятно, что это задача на оценку и пример. Да. Ну и можно, например, попробовать сообразить оценку. Ну, например, n-1 уже очевидно. Очевидно, действительно. Это пример даже. Понятно. Так, значит, k больше всего не равно n-1. Да. Так, идем дальше. Но если я сразу вот эти все... Это будет тоже n-1. А, нет. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, да? Ну да. И может быть 3, если я ничего не знаю. Дальше я начинаю хреначить. И поднимаюсь, наверное, до n плюс 1. Или до n. Ну да. Ну то есть больше уже. n больше 4, да. Наверное, сработает. Наверное, уже n. Так. Надо что-то покрупнее, да? Да, да. Помассивнее надо что-то придумать. По интеллектуальнее. Для 5... Сейчас. n больше 4. Для скольки? Для 5, наверное, попробуй. 5, да? Хотя 5, наверное, не очень получится. Ну, не суть. 1, 2, 3. Так. Так. 3. 4. Блин. 1. Собака. 1. 2. 1 опять, да? Нет, у него вот тут единичка. О! 4! То есть сейчас мы как бы щупаем задачу, мы пытаемся придумать пример. Как называет это Ройгородский, Андрей Михайлович, пальпация. Пальпация. Пощупать, пощупать. И тут следующий шаг тоже очевидный, наверное. Сейчас, ну я пока и так, да. То есть, а, дальше, да? Да. Два, четыре, один, три. Так, три, два. Два, сейчас, один, так, один, два, три, четыре, а он уже есть, собака. Так, куда же мне вставить тот, который только номером пять? А, три, один, два, четыре, вот он, все, он номер пять. Безусловно, потому что, оп, 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 оп. Так. Так. В одной точке. Ну что, у тебя два отрезка осталось, насколько я вижу. Да, да. Сколько сможешь сообразить. Ну, тут четыре, пять. Один, два, тут будет третий, собака. Да? Он будет третий. Так, сейчас тут два, четыре, пять, да? Да. Один, два, три, два, четыре, два, четыре, пять, один, два. Ну, вот этот будет номером три, да? Этот будет три. Тут один, три, два, а тут два, четыре, пять. Значит, это будет шесть. Отлично. Значит, мы на пяти вершинах уже получили шесть. А, неплохо, неплохо. Ну, мне сдается, что при несчетных это дает мне НС1. Такой метод. Так, а при четных? Ну, короче, при четных я не буду говорить, но если там порисовать, помучится, понятно, что, короче, для четырех получается только три. Сейчас, или нет, три? Теперь дальше. Да, три. А! А! Четыре, правда, не может быть, но... Так, верхняя примерно двое, потому что из каждой вершины исходит не больше, чем Н, а минус один отрезок. Так. И значит, ну, самое худшее, что может произойти, это что вот эти Н минус один, это от одного до Н минус один, а эти от Н до Н, до 2Н минус два. Ну, типа. И когда я соединяю еще один, ой, тогда уже все использованы, значит, еще меньше, на самом деле, еще меньше. Два Н минус три. Вот, да, значит, что папа говорит? Папа сообразил какую-то верхнюю оценку. Два Н минус три. Откуда она берется? Ну, значит, посмотрим на любой отрезок. В какой-то момент мы его проводим. У него есть вот здесь не больше, чем Н минус два соседа. И вот здесь не больше, чем Н минус два соседа. Ну, не соседа, а в смысле отрезка еще каких-то. Так? Понятное дело. Но, типа, значит, всего 2 Н минус четыре различного числа максимум. Ну, единственное, что еще вот сама вот эта точка, все-таки, Н минус один, да? Нет, сама в себя. Ну, то есть она же тоже имеет номер? А, нет, отрезки только. Все, 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 да. То есть вот тут Н минус два отрезка, вот тут Н минус два уже максимум. Значит, среди них 2 Н минус четыре числа максимально. И, значит, среди множества из 2 Н минус трех чисел у нас как бы всегда хватит, чтобы его отметить. Сколько баллов давали за эти оценки? Отлично. Значит, мы получили, что ответ меньше ли правен 2 Н минус три? Да. По-моему, это ноль. Вот. Ничего, да, не давали? Ну, давай я сразу скажу для четных. Давай. Значит, допустим... Четные, да? Да, допустим, Н четные. Значит, можно... Давай тогда... Сейчас, давай двудольные, да, делать? Допустим, Н четные. Тогда что мы можем заметить? Можно сделать... Заметим, что тогда из каждой вершины исходит хотя бы один отрезок с единицей. Все. С номером один. То есть, значит, ну, изначально у нас проводится отрезок единицы. Так? Потом, допустим, мы проводим какие-то остальные вершины. Это все не единицы. Потом мы проводим какой-то новый отрезок между двумя еще не помеченными вершинами. Там снова единица. Дальше еще там проводим какие-то опять проводим между двумя не помеченными. Это снова единица. Вот. Утверждается, что из каждой вершины будет исходить хотя бы один отрезок с номером один. Ну, значит, как это понять? Ну, в целом, довольно просто, наверное. Потому что, вот, допустим, у нас есть множество всех вершин, у которых уже есть сосед один. И множество тех, у которых нет соседа один. Вот. И, значит, если в этом множестве... Ну, в оставшемся множестве всегда четное количество вершин. Да. Значит, когда мы соединяем какие-то две из них в очередной раз, то между ними отрезок будет как раз единица. А, в какой-то момент я все равно буду соединять... Да, потому что если мы соединяем их с теми, у кого уже есть единица, то это не единица. А если нет, то как раз единица, потому что у них у обоих еще нет. Вот. И так делится как два пара. Ну, да. Ну, а что отсюда следует? Отсюда следует, что и вот здесь, и вот здесь есть единица. Да. И у нас еще на единицу уменьшается. О-о-о-о! То есть у нас тут 2 и минус 4 числа, но два числа из них точно совпадают, значит, различных 2 и минус 3. Вот, значит, мы получили, что для нечетных оценок 2 и минус 3 максимум, для четных максимум 2 и минус 4. Видимо, это ответ. И на самом деле, да, это нехилая подсказка. Сейчас я дал, потому что если мы боремся за плюс-минус единичку в оценке, то понятно, что от этого зависит ответ. Да. Вот за эту оценку уже давали, по-моему, 1 или 2 балла. 1, наверное. Так, ну и на самом деле ответ именно этот, да? И, ну на самом деле, если порисовать, там можно нарисовать для 6, для 7, вот. И если нарисовать для 7, ты, короче, у тебя получается построить, порисовав 11. Вот, а дальше ты уже понимаешь в целом. О-о-о-о. Ты ее чуть-чуть порешал, да? У меня за нее 2 балла. О-о-о. И за 2 балла дали мне призеров сервиса. О-о-о. Да. У меня 30 баллов. И 30 баллов – это нижняя граница призеры. Бум! Офигеть! Ну что, расскажи решение. Да. Я думал, что дальше я уже не справлюсь. Наверное, сразу расскажу. Четвертая задача, да. Потом второй день сейчас перейдем, к второму дню. Там, может, я еще что-нибудь смогу решить. Значит, что мы хотим сделать? Как бы, если порисовать примеры, вырисовывается некоторая стратегия. Мы хотим сделать так. Одну вершину отделить. Так. А все остальные вершины сделать так, чтобы из… Вот тут будет условно-минус одна вершина. Да. Сделать так, чтобы из каждой исходили все отрезки с номерами от… Получается, от скольки? От 1 до n-2 получается, да? Да. Вроде бы. Допустим, мы это сделали. Отрезков. Вот. Дальше. Допустим, мы сможем сделать так, чтобы из каждой вершины исходили все отрезки со всеми такими номерами. Из каждой? Да. Из каждой вершины исходит каждый из номеров от 1 до n-2. Охренеть. Ну, потом мы просто соединяем вот эту оставшуюся вершину с ними последовательно и получаем номера от n-1 до… 2 и минус 3. 2 и минус 3 вроде, да? Наверное, да. Ну, короче, идея такая. Может, я где-то плюс-минус единичку ошибся, но понятно. Но это только 2 нечетных, да? Для четных там… Вот, значит, а теперь… А, нет, нет. А, ну да-да-да. Там борьба за единичку. Да. Там борьба за единичку – это так. Так. Подшаманим. Но сначала, значит, как это сделать? Допустим, у нас есть некоторая известная лема, которую я, к сожалению, на все расе не знал. Так. Шахматный турнир. Если есть 2n игроков, то можно устроить круговой турнир так, чтобы каждый сыграл с каждым и по одному разу. Ну и в каждом раунде играли все, понятно. То есть, формализуя, у нас есть граф из 2n вершин. Мы можем взять какое-то одно его парасочетание. Да. Потом взять другое парасочетание. Исчерпание полного графа парасочетаниями, да? Я уже налажал. Уже другое. Взять другое парасочетание. И третье. Потом взять третье парасочетание. И все. На этот раз кончится. Нет, не все. Еще не кончилось. Ну, короче, вот так мы можем покрыть. Мы можем взять все его отрезки по одному разу. Вот такие парасочетания. Я тоже, я помню ее. И таких отрезков 2n-1. Я, к сожалению, про такую лему забыл. Офигеть, да. И давайте я ее сейчас быстро докажу. Это, понятно, уже не мое доказательство, а я его из разбора стырил. Но в целом это известный факт. Как мы это делаем? Есть геометрическая и алгебраическая. Давай сначала геометрическая. Делаем 2n-1 угольник правильный. Так. 2n-1 вершина вот тут. И 1 вершину в центр. Да. Теперь на этом шаге мы соединяем вот так и вот так. Это не 2n-1, потому что... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так. Вот. Следующий шаг. Соединяем вот так и вот так. Ага, ага, ага. Ну и так поворачиваем. Да, и вот так повернув 2n-1 раз, у нас каждый отряд возьмется по одному разу. И алгебраический смысл какой? Мы на этом шаге берем все возможные суммы, которые и плюс g равно какому-то k. Где k, ну точнее на этом шаге, давай на k там. Ладно, не важно. На k там шаге мы берем и плюс g такие, что они равны k. По модулю. И k фиксировано. По модулю. Ну, по модулю n. Да. Да, ну прекрасно, прекрасно, очень хорошо. Вот. Почему это только для четных работает? Ну, для нечетных мы не можем разбить на подростки читания. Да. Да. Так, хорошо. Говорит капитан очевидность. Да. Причем папин капитан очевидность, а не мой. Вот. Да. Все, значит, лемма доказана. Да. Ну, и тем самым мы получили уже решение для нечетных, понял? Ну, там ты в каждом случае просочетаешь. То есть, в таком случае у нас из каждой вершины, ну, первое просочетание будет занумировано единицами. Второе, очевидно, двойками. Все, двойками тоже уже это самое. Второе двойками. Каждый раз из каждой вершины уже торчат на ладо и. Третье тройками и так далее. И так до двойной с удовольствия. Все, а дальше мы проводим все вот такие ребра и получаем двойной с удовольствия. Ну, понятно, сколько надо. Все верно. Это мы для нечетного решили. Ну, и там осталось довольно техническое. Ну, не знаю, насколько техническое. А, не будем, не будем, я думаю. Ну, нет, там, ладно, мелочь. В целом, она не то, чтобы очевидная. Но, короче, для четного. Да, прекрасно. Мы делаем примерно то же самое. Мы берем, вот у нас четный двойен, да, берем двойной минус две вершины вот сюда. Делаем ту же самую конструкцию. Выделяем две вершины А и Б. А также выделяем среди вот этих одну вершину С. И теперь сначала из А проводим все вот эти ребра. Тогда эти ребра будут условно, ну, понятно. Какие, ну, понятно, тут будет до двойной минус шесть, по-моему. Вот, то же самое делаем с Бшкой. Проводим все ребра. Тут тоже до двойной минус шесть. И в конце проводим два ребра АС и БС. Да. Ну, и тогда у нас, как бы, из С торчит у нас уже все от одного до, ну, сколько там, n-2, условно, плюс минус, там, не знаю, три. Отсюда торчат все, наоборот, до два минус шести. Ну, и, короче, тут получается, можете додумать. Ну, ладно, да. Примерно, ну, примерно понятно. Красиво, да. Ну, такая. Ну, как бы, есть вот люди, типа, там, Дима Белова, например, да, которые, они прямо вот под эти графы заточены. То есть, такой человек быстро решит, скорее всего. Ну, если знать Лему, ну, я, типа, я очень, я, типа, большинство времени я доказывал Лему и безуспешно. Я по индукции пытался. Если знать Лему, я думаю, если бы я знал Лему сразу, я бы добил, потому что я быстро придумал этот способ. Если бы я знал Лему, я бы уже получил для несчетных, а для четных, ну, и всего два, да, не сложно. Казалось бы, только нет. Но это как раз недостаток практики, чистой воды. Я математику не очень много решал, поэтому Лему не знал. Ну, да. А с пятью тебе грозил бы уже победитель, или нет? Нет. С шестью, да? С сорок два, по-моему. А-а-а. Первый день вообще был полностью легкий. Как бы, это четвертая задача, но ее куча людей решила. Победитель в сервис по информатике решил, абсолютный Ромашов. Ну, потому что она, понятно, да, достаточно информатичная. Да, это первый день. Первый день.